Всем привет, друзья! Сегодня будет для вас полезное видео. А знали ли вы, что на вашем телефоне есть приложение, которое без вашего ведома может читать ваши все переписки, все ваши сообщения, а также знать информацию о ваших контактах в телефоне, то, что вы набираете на клавиатуре, и плюс еще самостоятельно выполнять некоторые действия, которые вы бы точно не хотели, чтобы они выполнялись без вашего ведома. Я тоже был шокирован, когда узнал о этой настройке, которая у нас по умолчанию активирована на телефоне, и имеет особенный доступ реально ко всем приложениям и вашим перепискам, и может отправлять различные отчеты с этой всей информацией. Так, давайте я вам покажу, где она находится. Заходим в наши стандартные настройки, и здесь вверху есть у вас поле поиска. Чтобы мы долго не рылись и не искали, потому что она реально немножко запрятана, мы воспользуемся нашим поиском через настройки, и пишем сюда слово «защита». Сделаю акцент на то, что слово «защита» нужно писать именно когда мы зашли в настройки, не в каком-то другом пункте, потому что будет искаться совсем другое. Здесь у нас нашло несколько вариантов. Нам нужно найти «защита конфиденциальности». Вот, заметьте, это вторая позиция, синий-белый значок. Нам нужно нажать на него. Нажимаем, и вот мы попадаем еще в такой интересный список, где много настроек. Это пункты защиты конфиденциальности, управления приложениями, которые запрашивают конфиденциальные разрешения. Здесь их очень много, но здесь также есть еще более высокие разрешения. Это специальные разрешения, которые следят за тем, как приложение использует эти же самые конфиденциальные разрешения. То есть нам нужно найти вот этот пункт, специальное разрешение, и нажимаем на нем. И мы попадаем еще в один специальный доступ, так называемый. Здесь тоже очень сильно много пунктов различных. Возможно, вы сюда никогда не заглядывали, потому что довольно много переходов нужно совершить, чтобы сюда попасть. Но здесь есть и очень интересная настройка, которая именно касается сегодняшнего нашего видео, и которая может читать наши сообщения и отправлять различные отчеты. Ищем у себя здесь адаптивные уведомления. Нажимаем на эту строку. И здесь вы удивитесь, но вы когда сюда зайдете, у вас будет активировано по умолчанию здесь приложение под названием «Уведомление». Оно имеет такой сине-белый квадрат. И если мы нажмем сюда, то мы прочитаем, что же оно действительно может делать. Это приложение «Уведомление» сможет читать все уведомления, в том числе содержащие личную информацию, такую как имена контактов и сообщения. Кроме того, оно получит право закрывать уведомления и нажимать кнопки в них, например, отвечать на звонки. Вы реально вдумайтесь, что приложение само, кроме того, что читает ваши все уведомления, оно еще самостоятельно может куда-то позвонить без вашего ведома. Что-то закрыть, что-то удалить. И возможно, если вы встречали такую ситуацию, что вам какое-то сообщение пришло, вы вроде бы хотели его посмотреть, а потом заходите буквально немножко позже и вот его уже нету, вы не можете его найти. И вы думаете, или вы самостоятельно его случайно удалили, или что-то произошло. Вот, возможно, вот такие проделки может делать это приложение. Также может случайно кого-то набрать, хотя вы этого не делали самостоятельно. Также написано, приложение сможет включать и отключать режим «Не беспокоить», а также менять его настройки. То есть представьте себе, этот режим «Не беспокоить» обычно включают, там вы, допустим, на конференции какой-то, и вы не хотите, чтобы телефон вам звонил, там кто-то названивал, какие-то смски, звуки там издавались, вы просто нажимаете в себя, активируете режим «Не беспокоить». И тут у вас какое-то собрание идет, и вдруг вам кто-то звонит, и у вас телефон реально орет на весь зал, хотя вы включили этот режим «Не беспокоить». Ну, куда это годится? Ну, это я всего лишь привел пример, но то, что здесь написано, это работает примерно таким образом, что вы, когда вам нужно, включаете этот режим, но это приложение имеет доступ, чтобы спокойно его отключить в любое время, что-то там понажимать и активировать. И вы всегда знаете, что по некоторым законам случается именно так, как вы этого не хотели. Потому я, конечно же, у себя это отключу, нам нужно поставить просто слово «Нет». Вы, конечно же, сами для себя решите, что вам делать, но вот такая вот интересная, скрытая настройка, довольно глубоко и активирована. И я считаю, что доверять таким приложениям не стоит, и чтобы без вашего ведома абсолютно ничего не включалось и не читалось. Надеюсь, видео для вас было полезным. Кто не подписан на канал, обязательно подпишитесь. Впереди много интересного. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до новых встреч!